МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обрезаны ветки, и получается весь мусор и ветки, и уже мусор, который летит, видимо, в этих ветках. Получается, что свалка. Сейчас у нас в городе Абакане действует, во-первых, особый противопожарный режим, что не допускается вот это складирование. Вот эти ветки скажите, пожалуйста, мы уберем, когда? В ближайшем время. Сейчас, подождите. Когда мы ветки уберем, скажи мне? До 25 мая нужно убрать. До 25 мая уберем. До 25 мая уберем? Все уберем. Сегодня у нас очередной рейд по контролю и соблюдению правил благоустройства территории города Абакана. Мы выявляем домовладения, прилегающие территории, которых захламлены, грязные. Либо растет сухая трава, либо складирован мусор, либо, как в данном случае, люди обрезали зеленые насаждения, складировали ветви на прилегающей территории и не убирают. Сейчас мы выдали предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований правил благоустройства. В случае, если до 25 мая ветви не будут убраны, прилегающая территория, если не будет приведена в порядок, то мы будем принимать меры административного воздействия. Такие рейды в Абакане проводятся регулярно. Правила благоустройства в нынешней редакции по большому счету документ новый. И нередко знакомиться с его основными положениями и требованиями жителям республиканской столицы приходится именно так, получив на руки предписание. Поэтому наши правила городской жизни по мере возможности восполняют эти пробелы. В данном конкретном случае все очевидно и понятно. Правила благоустройства Абакана запрещают складировать на таких участках строительные материалы, дрова, уголь, сено, перегной и землю на срок более 7 дней. Есть еще один пункт, который гласит буквально следующее. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается хранить разукомплектованные транспортные средства в неустановленных для этих целей местах, участках с зелеными насаждениями, газонах, тротуарах, остановочных карманах, крышах зданий, строении сооружений на прилегающих территориях. Теперь это уже не просто предупреждение. Механизм запущен. Автохлам с улиц Абакана сегодня уже вывозят. Пока это первый случай. Прецедент, который скоро войдет в практику специалистов Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города. Мы в ходе рядовых мероприятий выявляем такие автомобили. И, конечно, у нас уже неоднократно. Мы также оставляли уведомления, размещали информацию и находились собственники автомобилей, которые в добровольном порядке перемещали свои транспортные средства с общегородской территории. В данном случае собственник автомобиля не объявился. Установить его не представляется возможным, потому как отсутствуют знаки госрегистрации автомобиля. И действуют коммунальщики строго в соответствии с документом, который был принят депутатами горсовета Абака на летом 2021 года. Это в некотором смысле дополнительный инструмент – приложение к правилам благоустройства. Это у нас решение было номер 273. Сейчас оно передо мной. 6 июля прошлого года мы его приняли. Называется оно «Об утверждение порядка выявления, перемещения и временного хранения брошенных транспортных средств на территории города Абака». Во многих дворах мы с вами видим и не только во дворовых территориях, и на других общественных территориях. Мы видим вот эти почти разукомплектованные со спущенными колесами транспортные средства. Неизвестно, сколько они. Порой весной они похожи на подснежники. В некоторых захламленных, в таком захламленном виде, где там уже складывается без стекол и без номерных знаков. Ну, в общем, это тот самый хлам, который горожане, видя на него, говорят, что это беспорядок, это безобразие, и никто с этим не борется. Боремся. Здесь администрация города в прошлом году разработала замечательный документ, на мой взгляд, потому что депутаты единогласно его поддержали. И как раз он направлен на то, чтобы выявлять эти брошенные транспортные средства. Все это напоминает ситуацию с металлическими гаражами, установленными самовольно. Когда специалисты градостроительного департамента начали вывозить их массово, в наш адрес на ТВ посыпались многочисленные жалобы. Но ведь вас предупреждали. Были же какие-то объявления. Да что там, объявления висели год, а тут раз и нет гаража. Вот тут такая же история. И ключевая фраза в ней – вас же предупреждали. Там ничего придумывать не надо. Порядок четко определен. Как происходило в текущем году с той машиной, которую мы уже вывезли. Это первый наш опыт. Мы выявляем такой брошенный автотранспорт, который находится именно на муниципальной земле. Даем объявления в средствах массовой информации. Наклеиваем объявления непосредственно саму машину. Соответственно, в течение 14 дней у хозяина автомашины есть возможность объявиться, заявить о себе и убрать машину с территории города. Если такого не происходит, то управление коммунального хозяйства инициирует удаление этой машины с муниципальной территории на специальную площадку. В этой связи у нас заключен договор со специализированной организацией, у которой есть и эвакуатор, и обученные люди, которые ее помещают на эвакуатор и вывозят на специализированную стоянку. Говоря объективно, подобные автомашины не такая уж и редкость. Спустило колесо, сломался двигатель, ну, с кем не случалось. Оставил на время и забыл. В такой ситуации владельца еще можно понять. Но если это растянулось на месяцы или даже годы, а на предостережение специалистов мэрия Бакана никто не реагирует, в действие вступает тот самый порядок. Естественно, все это делается не бесплатно. За все это платит на сегодняшний момент управление коммунального хозяйства, исходя из тех договоров, которые у нас заключены. В течение трех месяцев эта машина находится на вот этой вот платной штрафстоянке, так ее назовем. И у хозяина есть возможность в течение этих трех месяцев еще раз заявить о себе, объявиться и забрать эту машину, если все-таки он спохватится и будет ее искать. В связи с этим мы написали соответствующее письмо в ГИБДД, информационное письмо о том, что мы машину удалили, находится там-то, там-то. Ну, то есть в случае, если хозяин будет ее искать, он ее найдет в любом случае. И если он забирает ее добровольно в течение трех месяцев, он компенсирует все расходы управлению коммунального хозяйства. Если же этого не происходит, то по истечении трех месяцев эта машина передается в комитет муниципальной экономики и через решение судебного органа признается как безхозяйным имуществом, приходится в муниципальную казну и продается в конечном итоге. И уже со средств, вырученных от продажи этого имущества, мы также имеем право компенсировать те расходы, которые понесла казна или управление коммунального хозяйства, вот на ее выдворение с улиц города и на ее транспортировку и хранение. Отметим особо, что этот порядок действует только в отношении общегородских территорий. Автохлам во дворах многоэтажных домов – прерогатива управляющих компаний. Здесь уже действуют иные, но в целом аналогичные механизмы. Вот это для нас первый опыт и он на самом деле достаточно резонансный получился. Я уверен, что многие люди, увидев, что мы начинаем предпринимать конкретные шаги, уже, наверное, в следующий раз задумаются и не будут бросать свой автохлам на улицы города. Кто может сигнализировать, то есть по наличию, вернее, по этому автотранспортному средству, которое может считаться брошенным? Любой абсолютно гражданин. Абсолютно любой гражданин. Средние принимают управление коммунального хозяйства и транспорта. Весь подробный механизм у нас изложен как раз в том решении, которое депутатский корпус принял в прошлом году. И вот очередная сессия, очередные решения. Май 2022 года. В профильных комитетах Совета депутатов на рассмотрении целый пакет новых предложений и дополнений в правила городской жизни. В правила благоустройства во многие разделы предлагаются изменения. Есть и редакционные, корректировочные, есть новые моменты, которые мы предлагаем. Новые моменты как раз касаются регулирования средств индивидуальной мобильности на территории города Абакана. Поэтому предлагается организовать пункты проката, проанализировать те места активного пользования гражданами таких объектов, установить и обозначить эти места как пункты проката, ограничить скорость на территории города, средства индивидуальной мобильности, электрических. Средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. Понятие новое в правилах благоустройства города. Речь идет об электросамокатах, которые буквально ворвались стремительно в нашу повседневную жизнь. И, к великому сожалению, в еженедельной сводке ДТП по Абакану. 31 мая около трех часов дня двое несовершеннолетних, управляя электросамокатом, допустили наезд на двухлетнего мальчика. Как позже стало известно, у ребенка диагностирован перелом обеих костей голени. Более того, на следующий день, 1 июня, на территории города Абакана, вновь было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на улице Хакасская, где женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте и была сбита водителем электросамокатом. Вопрос об ограничении использования средств индивидуальной мобильности на территории Абакана на повестку дня вышел еще в конце прошлого года. Нужно было найти оптимальный вариант решения, который бы уравновесил все за и против. Мы это решение обсуждали уже не единожды. Я уже говорил о том, что мы изучали опыты других городов. К сожалению, на федеральном уровне средства индивидуальной мобильности все наши самокаты, гироскутеры в настоящее время не регулируются никаким образом. И у нас вот такое решение, которое, наверное, в себя вобрало лучшие практики в Российской Федерации. То есть мы ограничиваем скорость на территории общего пользования в пределах 25 километрах и 15 километрах в час. Кроме этого, в двух парках мы запрещаем в полном объеме использование. Это парк Победы и парк Орленок. Ну, наверное, самый сложный вопрос – это действительно контроль, потому что, ну, действительно, радар в каждом парке не поставишь. Хотя камеры у нас расположены практически во всех городских парках. Но, конечно, мы будем осуществлять работу в том числе и с пунктами проката. Потому что при заключении, например, договора аренды, а многие пункты проката размещаются в городских парках и скверах, мы будем сразу изначально ограничивать скорость таких мобильных устройств. Если уж с собой принесли свой самокат, это контролировать в крайней степени сложно. Но, возможно, только пока со временем сможем контролировать это. Соответствующие моменты теперь отражены в третьей главе городских правил благоустройства. Депутаты единодушно поддержали предложение мэрии Абакана. Была предложена поправка. Речь идет о том, что проектам предложено снижение скорости этих средств индивидуальной мобильности на детских площадках, на площадках выгула собак. Хотя вполне разумно, что здесь необходимо просто запретить использование этих средств на перечисленных территориях. В целом, предлагается проектом решения ограничить скорость движения этих средств индивидуальной мобильности до 25 км в час. Как мы выяснили вчера, что это возможно. Но обязанность ограничения до 25 км в час будет возложена на собственников, которые предлагают в прокат данные средства. То есть там нас убедили, что есть такая возможность ограничивать эту скорость. Ну и в отдельных местах, отдельные места у нас это зеленые зоны, это парки. Там скорость предлагается ограничить до 15 км в час. Ну с этим депутаты согласились. Единственное, что, как я уже просто повторюсь, поправок. Также нельзя будет их использовать на детских площадках. Ну, площадки выгула собак там они указаны. Но я думаю, что сами пользователи не очень захотят использовать это средство индивидуальной мобильности на площадке для выгула собак в том числе. И еще пара нюансов, которые специалисты администрации Абакана включили в городские правила благоустройства. Это в некотором роде нормы для парковки электросамокатов. Этот вопрос тоже нужно урегулировать раз и навсегда. Электрические средства индивидуальной мобильности, используемые на территории города Абакана, должны быть в исправном техническом состоянии, чтобы обеспечить возможность их безаварийной эксплуатации. Не допускается пристегивание электрических средств индивидуальной мобильности к опорам дорожных знаков, светофорным объектам, опорам уличного и дорожного освещения, опорам воздушных линий электропередач, троллейбусным опорам, декоративным фонарям, малым архитектурным формам и ограждениям. Электрические средства индивидуальной мобильности, предназначенные для их проката, должны размещаться в пунктах проката, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Абакана, утвержденных в установленном порядке. В целях безопасности не стоит размещать средства индивидуальной мобильности вблизи проезжей части, непосредственно ближе одного метра, на узких тротуарах, которые будут препятствовать перемещению, в том числе маломобильных групп населения, на каких-то активных путях движения, остановочных пунктах, выходах, входах в какие-то торговые или социальные объекты непосредственной близости 5 метров. Поэтому определенные ограничения вводим в наши правила благоустройства, чтобы было более организованно и понятно и для пешеходов, и для как раз тех людей, которые будут управлять этими средствами индивидуальной мобильности. Надо сказать, что принимая правила, устанавливая ограничения требования по содержанию городских территорий, специалисты администрации Абакана достаточно много внимания уделяют и контролю за их исполнением. Из месяца в месяц, из года в год. Но самой действенной и стократно проверенной мерой из всех по-прежнему остается рейд. Выезд с проверкой на месте. Здравствуйте. Управление коммунного хозяйства транспорта по администрации города Абакана. Есть администратор, директор кто-то из руководителей? Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это уже администрация Абакана, начальник отдела экологии Корневой Лена Ледовна. Ну, по поводу вашей прилегающей территории. За дня в день наблюдаем одну ту же картину. Пойдемте покажем, если вы не видели. Все переполнено. Вот это близкий пустар. Вот здесь, вот полный, ну вот это вот шло. Правила городской жизни обязательны для всех. В большинстве случаев они просты и очевидны. Мусору и сухим веткам, траве и автохламу на улицах Абакана не место. Не ждите, пока вам напомнят об этом. Наведите порядок сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова